Уважаемые гости, компания Кодерлен приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена портальной отчетности, то есть отчетности за 9 месяцев 2024 года. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наш адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динас Галина Гартышева. И мы с вами поговорим о том, какие изменения надо учитывать при подготовке отчетности, на что обратить внимание, то есть какие есть подводные камни и как мы можем с использованием программы ERP, эти камни как-то обойти или нивелировать. Мы будем вам очень благодарны за обратную связь. Присылайте свои вопросы. Если вопросы будут в ходе вебинара, я постараюсь на них ответить в конце вебинара. Если вы присылаете их по каким-то другим каналам, то есть, например, по электронной почте или по телефону, то в этом случае у нас будет больше времени для ответа. И, соответственно, мы сможем ответить более подробно, уже применительно к вашей ситуации. Итак, как будет наша сегодняшняя встреча организована? Мы с вами будем смотреть на слайдиках разные нормативные изменения. и будем переходить на демо-базу вот таким вот образом и смотреть, так сказать, на местности. То, о чем поговорили теоретически, так, я чуть-чуть подвину, переключаюсь обратно на наши стадики. То есть, то, о чем мы поговорили, мы будем смотреть с вами на программе, то есть, чтобы понятно было, каким образом действовать в рамках учетной программы. Значит, программа нашего сегодняшнего вебинара будет таким образом построена. Мы поговорим про отчетность за 9 месяцев, которую мы должны сдавать, про изменения, которые происходили в формах отчетности, в ЕФС-1 и в НДФЛ, потому что НДФЛ, как вы знаете, самый, если можно так сказать, неспокойный налог, то есть, больше всего изменений в этом году коснулось НДФЛ. Ну и попутно немного про статистику, то есть, немного про всю отчетность поговорим. Обязательно затронем контрольные соотношения, потому что сейчас эта тема очень актуальна. Для налоговики контрольные соотношения проверяют практически ежеквартально. И, собственно говоря, еще есть некоторые сервисы, которые нам надо учитывать, и мы про них тоже поговорим. Начнем немного с нормативных материалов, с нормативной информации. То есть, у нас вся отчетность теперь предоставляется в единые сроки, то есть, не позднее 25 октября практически, ну это через неделю уже. И, собственно говоря, у нас перенос осуществляется сроков только в том случае, когда срок подачи каких-то, какой-то отчетности выпадает на выходной день. В этом месяце у нас с вами выходной день, сейчас мы вот так вот сделаем, выходной день у нас 25 это пятница, то есть, соответственно, он на выходной день не попадает, и переноса не будет. А вот уплата налогов у нас приходится на 28 число. То есть, нужно обратить внимание, что это после выходных дней, то есть, не пропустите сроки уплаты. Форма ЕФС-1, которая у нас, в общем-то, заменила несколько отчетов, которые мы раньше сдавали в разные организации, теперь мы сдаем в Единый социальный фонд России, и она, соответственно, содержит в себе несколько отчетов, за которые мы можем получить достаточно серьезные штрафные санкции и на сроки предоставления, которых нужно обращать внимание. То есть, во-первых, это о трудовой деятельности, то есть кадровых мероприятиях. Кадровые мероприятия, это такое, болит корректное название, всех кадровых документов, типа прием на работу, увольнение с работы, перемещение между подразделениями и так далее. То есть, мы в этом случае сдаем отчет ЕФС-1, но задавать о кадровых мероприятиях мы должны на следующий день после произошедших мероприятий, как таковых. И в этом случае у нас, может быть, мы сдаем только раздел, который содержит эту информацию. А вот уже взносы на дравматизм и так далее, мы должны сдавать поквартально, даже если у нас не было этих инцидентов, сдавать мы все равно должны, потому что титульный лист подраздела 2.1 и 2.3 обязательны. Остальные подразделы, если у нас отсутствуют, показатели можно и не заполнять. Ну, неприятный момент, который сохраняется. С 2024 года у нас подается 2 уведомления по НДФЛ, то есть мы подавали 2 уведомления уже достаточно длительное время, и здесь у нас ничего не изменилось, то есть мы точно так же подаем 2 уведомления по НДФЛ. нужно обратить особое внимание на то, что у нас изменились сроки подачи декларации по налогу на имущество. Все остальные сроки, которые мы должны соблюдать, это у нас, в общем-то, привычные уже сроки, и, в общем-то, скажем так, не новость, и мы к ним уже привыкли. Ну, естественно, нельзя не сказать про штрафы, потому что несвоевременная подача отчетности ЕФС-1 и каких-то других отчетов у нас очень жестко контролируется, и, естественно, будут штрафные санкции. То есть если мы, например, не сдали или сдали несвоевременно отчетность ЕФС-1, то в этом случае, отчетность, которая касается травматизма, то в этом случае нам грозит 5% от суммы начисленных взносов, и, соответственно, в здании своевременную оплату начисляются дополнительно штрафные санкции. И здесь у нас действует порядок, который применялся еще в соцстрахе, когда он был отдельным фискальным органом. То есть в этом случае подразумевается, что за каждую просрочку, то есть за каждый полный или неполный месяц просрочки начисляется пеня, но не более 30% от указанной суммы, то есть 5% от суммы начисленных взносов, но не более 30% и не менее 1 тысячи рублей. Особенно для малых предприятий это бывает достаточно обидная сумма, потому что если начисленные взносы, например, 250-300 рублей и так далее, то есть когда немного сотрудников и немного взносов, и заплатить тысячу рублей, конечно, обидно. Еще нужно помнить, что у нас с этого года многие отчеты сдаются только в электронной форме. Ну, в первых рядах это у нас НДС. Естественно, мы должны предоставлять его в электронной форме, и если мы не будем предоставлять его в электронной форме, то мы нарываемся на дополнительные штрафы. То есть если предусмотрена подача отчетности в электронном формате, то именно в электронном формате мы ее подаем, ну, благо, что за последние периоды форматы не изменялись. То есть у нас идет кроме НДС еще отчетность по прослеживаемым товарам и так далее. Обратите внимание, что электронный формат мы используем при сдаче декларации по НДС. Здесь у нас исключение налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС или освобождены, например, по 149 статье или по каким-либо еще статьям. Но этот порядок, когда они все-таки могут отчитываться на бумаге, у нас для многих налогов практически действует до 1 января следующего года. А в связи с налоговыми изменениями, то есть с налоговой реформой у нас здесь нужно быть более актуальным, потому что, естественно, при применении налоговой реформы у нас будут изменяться и формы отчетности, и сроки, скорее всего. Декларации по другим налогам, то есть мы сдаем в электронном формате, если среднесписочная численность компании более 100 человек. Здесь обратите внимание, что это имеется в виду прошлогодняя среднесписочная численность. Расчет по страховым взносам и 6 НДФЛ, соответственно, сейчас у нас есть в расчетном периоде, было свыше 10 человек. Персонифицированные сведения, если включенное число сотрудников, тоже 10 человек. И, соответственно, разделы и формы ЕФС-1, если не больше 10 человек, то мы тоже можем сдавать в бумажном формате. Но смысл в том, что чаще всего, естественно, все-таки все сдают с помощью программы, то есть с помощью, например, 1С ERP или 1С бухгалтерии, и в этом случае нет необходимости, все формируется в электронном формате без всяких проблем. Как я уже сказала, по прослеживаемым товарам у нас тоже только электронный бит. И в этом случае обратите внимание на статистику. То есть на самом деле статистика, формы статистики необязательные вроде бы как к заполнению, но начиная с начала года, то есть с января 2024 года, статистика выдала достаточно много новых форм, которые должны предприятия сдавать, если они попали под выборку. В этом случае вы должны сдавать те формы, под какую вы выборку попали, и если вы не будете сдавать их в свое время, то статистика применяет штрафные санкции. Штрафные санкции достаточно большие, то есть если это первый случай, то в этом случае предприятие платит до 70 тысяч рублей. А если это повторное правонарушение, то в этом случае предприятие заплатит уже до 150 тысяч штрафных санкций. Согласитесь, это достаточно обидно, тем более, что этого можно было избежать, просто проверив на сайте статистики по своему ИНН, под какие выборки вы попали, то есть какую конкретно отчетность вы должны будете сдавать. Еще по статистике у нас действует достаточно интересный сервис. Мы попозже немного к нему вернемся и его посмотрим. А сейчас еще хочу сказать пару слов про декларацию по прибыли. То есть у нас бланки, слава богу, не изменялись. Мы сейчас сдаем декларацию по прибыли за третий квартал, если быть более точным, то за 9 месяцев, поскольку, как вы помните, декларация по прибыли у нас нарастающим итогом формируется. И вы видите на экране ссылки на нормативные акты, которые регулируют сроки сдачи, то есть нормативные акты, которыми были утверждены сроки сдачи именно этой декларации. Но здесь, собственно, чаще всего возникают вопросы по поводу заполнения конкретных листов, хотя на самом деле это уже практически мы сдаем 9 месяцев эту отчетность, и мы уже достаточно ее разобрали и в первом, и во втором квартале. Поэтому я не буду на ней более подробно останавливаться, просто на экране вы видите, вот как заполняются сроки, как заполняются показатели какие-то, немножко получилось, я увеличила. Табличка моя наехала на текст. Ну, собственно говоря, вот таким образом. Это строгие, которые вызывают особые затруднения, по которым мы получаем много вопросов, на самом деле про них писали и операторы ТКС, и информативные различные, юридические, скажем так, информационные ресурсы, типа консультанта, гаранта и так далее. То есть на самом деле пояснение по конкретным заполнениям строк содержит достаточно много ресурсов. То есть можно и у нас посмотреть, и почитать комментарии, и в Одинессе есть встроенная справка, и информация на ИТС, ну, то есть достаточно много всяких источников. То, что у нас происходило, ну, это новый, так сказать, новый отчет и новый налог, он сдавался единоразово, поэтому мы тоже от него так быстренько перейдем к другим более актуальным темам. То есть это налог на сверхприбыль, но касался он очень немногих, определенной категории предприятий, и малый и средний бизнес, в общем-то, короче, прошли мимо этого налога, нулевую декларацию сдавать было не нужно, но единственное, почему я говорю, что обычно у нас все временные мероприятия имеют печальную особенность переходить в постоянные. Будем надеяться, что этот отчет не перейдет в постоянные. Ну и теперь, в общем-то, про что нужно сказать, что за этот год у нас практически все отчеты сдаются в единые сроки, то есть сроки сдачи отчетности у нас 25 число, и, собственно говоря, практически к этому сроку у нас приурочено все, кроме статистики. Вот в качестве примера, вы видите, здесь у меня на экране, опс, убежали, извините, на экране представлены сведения о том, например, какие в июле, то есть когда мы сдавали 6-месячную декларацию, то есть какие отчеты мы должны были сдавать в статистику, и, соответственно, здесь был срок не 25 число, а 3-е июля, и, видите, достаточно много отчетов здесь перечислено, которые предприятия должны были предоставить. То есть это как раз к вопросу о выборках и вопросу о том, как работает со статистикой. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и поговорим уже на примере демо-базы. Как вы помните, все наши регламентные отчеты находятся в разделе регламентированный учет, но здесь у нас с вами вот раздел регламентированный учет, есть блок 1С-отчетность, который содержит вот такие пункты, то есть это переходы по гиперссылкам и рабочее место регламентированный отчет. Если мы сюда переходим, мы попадаем в общий журнал, и нам загорается вот такой рекламный баннер, то есть программа себя хвалит, какая она умничка, и что этот сервис, обратите внимание, уже сервис, уже не блок 1С-отчетность, этот сервис позволяет напрямую обмениваться информацией с сайтами вот этих фискальных органов, чьи логотипы мы видим здесь на верхней линейке меню. И более подробно почитать можно по ссылке, естественно, очень несложно подключиться, но, как всегда, есть, скажем так, мелкий текст. Скрытая, так сказать, информация заключается в том, что этот сервис у нас доступен для пользователей, у которых подписка ИТС, ПРОГ бесплатно, но только для одного юрлица. То есть если учитывать, что ERP – это программа, которая рассчитана на много пользовательский, то есть на мультифирменный учет, то есть когда либо предприятие имеет холдинговую структуру, либо содержит много юридических лиц, естественно, подключение бесплатно одного юридического лица несколько огорчительно. Остальные юридические лица вы можете подключить за дополнительную плату. Она, в принципе, не особо большая, то есть порядка 3900 рублей на год. Если мы разобьем помесячно, получится как бы совсем дружественная цифра. Но если мы вспомним о том, сколько надо юридических лиц подключить, то это, конечно, уже, скажем так, удовольствие сильно снижается. Но, тем не менее, сервис достаточно удобный и позволяет экономить время. Тем более, что у нас уже анонсировано на следующий год электронный документооборот не только вот с этими перечисленными фискальными службами, но и еще с военкоматами. То есть воинский учет у нас тоже будет в электронном формате осуществляться. Поэтому, естественно, стоит продумать систему, кто из ваших юрлиц требует подключения и к этому вернуться. То есть я сейчас вам рассказывала об этом сервисе не просто в рекламных целях. Мы к этому сейчас вернемся. Значит, вот сейчас, когда у меня рекламный баннер выскочил, я его просто закрою. А потом, когда мы будем говорить еще про другие формы сдачи отчетности, он нам понадобится. То есть здесь у меня те же самые ссылки, по которым я смотрела в предыдущем варианте, когда я вижу все меню раздела. Здесь я, естественно, могу и переписку ввести, и уведомления получать от налоговых органов. Это, в общем-то, уже всем давно знакомый интерфейс. А вот поговорить мы хотели про личные кабинеты. То есть если мы переходим по гиперссылке, у нас открываются личные кабинеты. Это для налоговой службы, то есть ФНС. Как вы видите, единый социальный фонд. Вот два отчета, которые раньше мы в ФСС задавали. И вот у нас статистика. То есть мы можем перейти по этой ссылке на сайт статистики и по своему ИНН проверить, под какие отчеты, под какие выборки попало ваше предприятие. И, соответственно, заранее постелить колонки, подготовить эти формы. Формы, соответственно, мы смотрим в общем журнале. Если у нас каких-то форм здесь раньше не было, то мы можем через кнопку «Создать», добавить сюда новые формы. И, как вы видите, вот у нас здесь всякая разная отчетность. И, допустим, и статистическая отчетность в том числе. То есть вот сейчас у меня здесь, как вы видите, много другой отчетности. Вот она, статистика. Я специально опустила, чтобы вы видели, ну, как бы весь перечень, который сейчас сюда включен. И форма статистики. Вот здесь мы открываем. И форм достаточно много, как вы видите. И, в общем-то, выбирать необходимо по своему ИНН. Ну, и здесь у нас есть папочка «Прочие формы отчетности». В этом случае, если вы должны представить еще какие-то дополнительные сведения, то здесь можно ее использовать. Значит, если мне надо добавить в общий журнал необходимую форму, я ее могу либо открыть, ну, например, вот таким образом открыть, создать для какой-то конкретной организации, пусть будет металл-сервис. Я выбираю, что создать, что я попала в число жертв, мне надо сдавать эту форму. И здесь обратите внимание, то есть статистика частично у нас заполняется автоматически, а частично, к сожалению, мы должны ручками вносить, но тем не менее. Общие принципы – это у нас желтые поля заполняются либо вручную, либо по тем сведениям, которые уже внесены в сведения в программе. И, как вы видите, вот у меня сразу вылазят мои косяки. То есть, если я не до конца заполняла все сведения про организацию, которые обычно заполняют на начальном этапе, то у меня, естественно, заполняются не все поля, и мне придется ручками здесь добавлять отсутствующую информацию. И поля, которые зеленым, то есть темные поля – это поля, которые не заполняются ручками, которые содержат итоги суммированных расчетов. И вот эти поля, которые заполняются, я могу заполнить и ручками, но здесь указываются сведения, которые содержатся в программе. Но если по какой-то причине я вижу, что информация здесь не совсем такая, как мне надо, я могу руками откорректировать. На темно-зеленых полях ручная корректировка недоступна. Ну и, естественно, если у меня заполнены справочники ответственных лиц, то есть у меня указана должность, фамилия, имя, отчество, ну, то есть полностью все как надо, то эти сведения подставятся сюда автоматически. Если нет, то я буду ручками добавлять, то есть компенсировать свою невнимательность или торопливость. И теперь обратите внимание, здесь у нас есть ссылка на 1С-отчетность, то есть это еще раз сервис 1С-отчетность рекламируется. Если я вот заполнила сведения какие-то и хочу сохранить отчет, то после сохранения, так, я хочу его так, у меня эта форма вот отразится в общем журнале. И поскольку мы начали с вами говорить про личные кабинеты, то, естественно, у меня вопрос, а как же с личными кабинетами-то ЕНС? То есть мы посмотрели, что у нас есть налоговая, но там содержится сведения только по регистрационным данным, а по ЕНС нету. Значит, если мы с вами берем регламентированный учет, у нас есть блок единый налоговый счет, и вот здесь есть личный кабинет ЕНС. То есть он не включен вот в эти личные кабинеты, а находится как бы на отшибе. Почему? Сейчас мы с вами посмотрим. Значит, я выбираю личный кабинет, программка долго думает, а потом выдает мне... О, выберите организацию. Ну да, конечно, выбираю. И теперь программа мне сейчас будет ругаться, потому что, во-первых, а у меня не подключен сервис 1С отчетности. Вот где он у нас выпадает. То есть это именно сервис, как я уже говорила, то есть это сервис, рекламный баннер, которого мы с вами посмотрели некоторое время назад. Ну и хорошо, я согласна, я созрела, я хочу смотреть личный кабинет с ЕНС, поэтому я хочу подключить 1С отчетность. Ну, на самом деле, сейчас мне будет ругаться, что у вас нету токена и все такое, но на самом деле, если я подключу токен с подписью, допустим, он у меня есть, дальнейшее заполнение будет сводиться к тому, что программа попросит заполнить информацию по регистрационным данным, то есть включить то, что она не нашла в справочниках, то, что я пропустила при заполнении, и будет отражен список тарифов, которыми будет сопровождаться это действие. То есть тарифы у меня будут на год, на два года, и, соответственно, я должна буду выбрать, какой тариф я буду использовать, то есть, соответственно, сколько у меня будет пользователей, то есть сколько у меня будет ретензий. Тариф, здесь обратите внимание, для действия с единым налоговым счетом и подключения сервиса 1С отчетность мне требуется УКЭП, то есть усиленная квалифицированная подпись. Как вы знаете, у нас уже достаточно давно такие подписи оформляются только в налоговой инспекции, и если у вас нет, не оформлено или близко к окончанию срок сертификата, то это надо в срочном порядке продлить и, соответственно, получить липтокен, либо карточку, ну, то есть, которая содержит усиленную квалифицированную подпись для того, чтобы сдавать отчетность. Так, сейчас мы с вами отсюда уходим и возвращаемся снова к нашим слайдикам. Так, это мы с вами посмотрели, в общем-то, попугали, скажем так, друг друга статистической отчетностью, то есть не пропустите, не забудьте зайти на сайт стат отчетности и проверить, не попали ли вы под какие-то выборки. Значит, теперь здесь у нас сведения, касаемые НДФЛ. То есть сейчас у нас НДФЛ, пожалуй, самый изменяемый налог, который в 2024 году изменялся несколько раз. Мы не берем то, что сейчас мы подаем два уведомления. Соответственно, уведомления мы подаем по срокам с 1 по 22 число, если у нас зарплата начислена, мы должны подать сведения об НДФЛ и за период с 23 по последнее число месяца. То есть дважды в месяц мы уже привыкли, здесь уже ничего не изменилось в этом квартале. То есть изменения нас ждут только связанные с налоговой реформой и, соответственно, с отставками в первую очередь. Так что сейчас практически октябрь, ноябрь, декабрь будет очень много информации, которая будет касаться именно налоговой реформы. изменений по НДФЛ. То есть подробных комментариев это будут давать все информационные ресурсы и правовые, и хранчайзи 1С. Так что не пропустите, потому что будет достаточно сложный переход, как вы, наверное, слышали. У нас изменяется и упрощенка, то есть мы будем на следующий год плательщиками НДС в определенных случаях. А в случаях, если мы не будем плательщиками НДС, то здесь должны быть четко соблюдены лимиты, за которые мы не можем выходить. Ну, то есть достаточно много будет изменений, и к ним надо заранее подготовиться. Особенно если у вас сильно доработанные программы, то в этом случае к налоговой реформе нужно готовиться заранее, потому что доработанную программу просто так обновить не удастся. Нужно будет все ваши доработки и переносить на новые релизы. Значит, ЕФС-1 у нас, повторюсь, мы уже к этому касались, утверждена постановлением пенсионного фонда, обратите внимание, не правительства, а пенсионного фонда, и, соответственно, она состоит из нескольких разделов, подразделов, и по этим подразделам у нас предусмотрены разные сроки. То есть, если, например, мы должны сдавать сведения по кадровым мероприятиям на следующий день, то это у нас, допустим, подраздел 1. Вот в этой табличке вы видите сроки, когда сдаются сведения по подразделам. Если у вас, допустим, сведения по страхованию, по страховым взносам, по персонифицированному учету, то здесь уже сроки немножко другие. Ещё теперь вот касательно стажа. Значит, касательно стажа мы тоже сдаём, как вы знаете, ЕФС-1, и мы сдаём подразделы 1.2. И, значит, подраздел 1.2 мы предоставляем на следующий рабочий день. То есть обращаю внимание именно на сроки, потому что штрафы достаточно большие. И, собственно говоря, здесь мы указываем кадровые мероприятия, как я говорила, приём, увольнение, заключение трудового договора и перемещение сотрудников. Все остальные отчёты мы включаем, то есть все остальные мероприятия мы включаем в отчёт либо в разделе 1.2, либо в других разделах и отчитываемся уже в 20... Так, не выговаривается сразу. Включаем с вами 25-дневный срок по окончанию месяца, который следует за отчётом. То есть, в общем-то, в общие сроки и здесь нет каких-то новостей. Единственное, что ещё хочется сказать, что обратите внимание на то, что у нас появился новый термин поле назначения выплат по ОСС. Это у нас здесь связано с обязательным страхованием. И, соответственно, если у вас сотрудник, сотрудница ушла в декрет и оформила отпуск по уходу за ребёнком. То есть, эти события попадают вот в эту графу и здесь будут отражаться. Так, про что ещё можно сказать? Ну, на самом деле, сама форма НДФЛ не изменилась. То есть, она изменилась в первом квартале и с тех пор, в общем-то, изменений не было. За первый квартал мы уже отчитывались достаточно давно, но, тем не менее. Значит, и самый неприятный момент, что с первого квартала очень активно налоговики проверяют контрольные соотношения. Это был приказ от 29 февраля этого года. Приказ этот был по налоговой службе. И в этом случае проверяется именно соответствие контрольных соотношений. И если, например, контрольные соотношения нарушены или не соблюдаются, то в этом случае именно вашу отчётность налоговики проверяют не в периоде, когда вы её представили, а только на одну из более поздних дат. То есть, либо на дату вступления в силу налогового органа, то есть, если у вас была камеральная проверка, то на дату вступления в силу результата в такой проверке, либо через 10 дней со дня установленного срока проведения камеральной проверки, то есть, если по какой-то причине вы не получили заключение, не получили заключение камералки, то в течение 10 дней со дня её окончания будет ваша отчётность принята. Либо со следующего дня за днём завершения камеральной проверки. То есть, это мы говорим про камеральную проверку по 6 НДФЛ. То есть, соответственно, если контрольные соотношения у вас не соблюдаются в каком-то моменте, то ваша отчётность будет принята с задержкой, и задержки вот будут такого характера. В принципе, это уже у нас действует и первый, и второй квартал, и третий квартал. То есть, практически мы уже привыкли к этим требованиям, но на самом деле я хочу про них напомнить, чтобы про контрольные соотношения вы не забывали. И то, что касается, то, что критично на самом деле, если в ГИФС-1 у вас контрольные соотношения, которые в подразделе 1.1 выявлены, то нарушения такие у вас вызовут, скорее всего, штраф. То есть, непринятие отчётности вам не грозит, но штраф, в общем-то, будет. И если у вас обнаружены ещё какие-то ошибки, то есть, например, контрольные соотношения, если вы нарушили, то в этом случае штрафные санкции будут предъявлены, но налоговая служба у вас ещё потребует предоставления пояснений. Но предоставление пояснений – это не значит, что вы должны представить уточнёнку. Если всё же вы должны представить уточнёнку, то в этом случае надо помнить о том, что вы должны соблюдать следующее требование. Если вы предоставляете уточнёнку, то в первую очередь вам надо произвести расчёт и уплатить необходимые средства, то есть погасить налоговую задолженность, а уже только после этого отправлять уточнённую декларацию или уточнённый отчёт, потому что в противном случае у вас ещё будут штрафные санкции. А если вы как бы заблюдаете вот такой порядок, то штрафных санкций у вас не будет. Здесь ещё нужно сказать о том, что НДФЛ мы заполняем при задаче отчётности по НДФЛ. Если мы сдаём квартальную отчётность, то мы не включаем в неё справку о доходах и суммах НДФЛ, потому что такая справка прилагается только к отчётности за год. И в качестве кода отчётного периода мы указываем 21. Если у нас есть несколько кодов АКТМО, то в этом случае мы заполняем отдельно расчёт по главной компании и по подразделениям. Соответственно, каждый КБК у нас имеет отдельную запись. То есть мы заполняем отдельно по каждому КБК раздел 1, а раздел 2 мы составляем по КБК и по ставке налогов. Ну вот, в общем-то, основные сведения, которые нам надо учитывать. Но здесь у нас ещё есть один интересный момент. То есть я сейчас вам покажу слайдик. Регламентированный учёт. Ну, собственно говоря, это мы попадаем в документы по НДФЛ. И здесь, вы видите, кнопочка «Создать». Мы можем создать достаточно много всяких записей. И сейчас мы к ним перейдём. То есть напоминаю просто, где это всё находится. И что НДФЛ у нас в этом году, как я уже говорила, был самым изменяемым налогом. И изменений было достаточно много. В основном они все прошли с Нового года. То есть у нас изменились требования, которые предъявляются к нерезидентам. То есть нам теперь не надо ломать голову и высчитывать, сколько же он был безвыезден на территории Российской Федерации. То есть имеет он право на 13% или не имеет. То есть у нас нерезиденты теперь по тем же ставкам, что и работники-резиденты отчитываются. То же самое касается дистанционных работников. И предельная величина для страховых взносов у нас в этом году. В этом году установлено 2 миллиона 225 тысяч. И здесь одна есть интересная особенность. То есть если мы начисляем взносы на заработную плату до превышения вот этой предельной дозы, то мы начисляем по обычному тарифу. А если предприятие попадает под определение малого и среднего предпринимательства, то есть если включено в реестр МСП, то мы можем применять пониженный тариф, то есть специальный тариф, который, например, не общий, а для предприятий из списка МСП применяется ставка после превышения базы, после превышения 2 миллиона 225 тысяч, то есть применяем ставку льготную 15%. Это тоже надо помнить. И еще один момент, последний у нас остался по налоговому, по воинскому учету. И вот это, наверное, пожалуй, самый такой резонансный отчет, который мы должны предоставлять в октябре. И который, сейчас мы про него поговорим. А еще у нас с вами изменились, изменились лимиты вычетов. И, соответственно, при начислении НДФЛ мы должны про эти лимиты помнить и учитывать, что у нас налоговые, страховые налоговые вычеты теперь повышены. И в основном это 150 тысяч вместо 120. И вот таким образом сейчас я вам покажу размеры этих вычетов и немножечко проговорю словами. То есть на обучение детей у нас теперь можно до 110 тысяч учитывать, а до 150 тысяч у нас учитываются вычеты на лечение, на, допустим, физкультурно-оздоровительные услуги и так далее. Как я уже сказала, совокупный размер увеличился с 120 тысяч до 150 тысяч. И вычет на детей, вот здесь нужно отдельно акцентировать внимание, значит, до 110 тысяч в общей сумме на обоих родителей или обекунов. То есть не каждый родитель по 150 тысяч, а на обоих. И теперь, значит, мы с вами снова перейдем на нашу базу. И вот про что хотелось поговорить. На самом деле, значит, у нас раздел регламентированные отчеты не содержат отчетов по воинскому учету. Эти отчеты у нас с вами в разделе кадры и в разделе заработная плата. И мы с вами должны были активировать воинский учет. Если вдруг у вас одни девочки работают на предприятии, вы все же считали, что воинский учет вы не обязаны вести, то вот здесь вот как раз не совсем так. Воинский учет обязан вести все организации. Но если у вас нет, допустим, сотрудников, которые подлежат воинскому учету, то это не значит, что вы не должны воинский учет вести. То есть вы должны были активировать через раздел МСИИ администрирования, то есть дополнительные функциональные опции, практически как для каждого из разделов, которые здесь участвуют. Мы через раздел МСИИ администрирования активируем дополнительные опции, то есть в нашем случае будет раздел кадры. И здесь мы проставляем табличку, проставляем вот такой чекбокс, то есть флажок, что воинский учет у нас ведется, и что, допустим, ведется бронирование граждан на период мобилизации. После того, как мы проставили вот эти вот флажки, у нас стали доступны сведения по воинскому учету в разделе кадров и в разделе зарплаты. То есть в разделе кадров у нас, вот он появился воинский учет, и, соответственно, мы можем создавать документы, которые требуются для отчета в военкоматы. Но поскольку сейчас в этом году у нас еще не действует электронный документ, это оборот, то есть он только анонсируется, то кроме того, что у нас здесь есть раздел воинский учет, мы должны посетить военкомат, встать на учет и, соответственно, подавать им сведения, которые касаются воинского учета. Ну, вот здесь, вы видите, мы можем перейти по ссылкам, создать документы и все, в общем-то. И нужно обратить внимание вот на этот пункт. То есть если кадровые мероприятия имели место, то отсчитываемся мы по ЕФС-1 на следующий день, а вот воинский военкомат мы отсчитываемся через пять дней, ну, в течение пяти дней. Раньше срок был больше, то есть раньше в течение двух недель мы должны были подавать сведения в военкомат, а сейчас мы обязаны подавать в течение пяти дней. И если этот порядок не соблюдается, то начинаются очень крупные штрафы, то есть штрафы 300 и 400 и 500 тысяч. А тонкое заключается в том, что если раньше военкомат сам с удовольствием бегал за призывниками и там сообщал им о том, что на них выписана повестка, то теперь эту обязанность возложили на работодателей. И теперь работодатели должны производить информирование, вручение повесток сотрудникам. И, соответственно, если нарушены сроки вручения или сроки информирования, то начинаются штрафные санкции от 300 тысяч рублей. И, соответственно, если, допустим, предприятие не смогло то же самое, либо повестку, либо какие-то информационные, что там вызываются на сборы, то есть не смогло передать уведомления сотруднику, то это не просто так оформляется отписка, а составляется акт за подписью свидетелей, что сотрудник, который ответственен за введение воинского учета, пытался вручить, допустим, повестку, но не удалось там в связи с отсутствием сотрудника или еще по какой-то причине. То есть должен быть составлен документ, и документ должен быть подписан свидетелями с указанием должности, фамилии, имя, отчества. В противном случае грозит накисление именно штрафных санкций и на само предприятие, как я уже сказала, очень высоких, и на ответственного сотрудника, то есть на должностное лицо организации. Ну и, собственно говоря, больше нам здесь особо делать нечего, потому что отчеты на самом деле у нас все достаточно уже известны, знакомы, то есть мы с ними уже третий квартал работаем. Вот новая функция личный кабинет по ЕНС, мы с вами посмотрели, посмотрели, что это не включенный в общий список личный кабинет, но вот который как раз-таки очень необходим и очень, на самом деле это очень удобный как бы сервис, но попасть в него не так уж просто. И что нам здесь еще может пригодиться, это дополнительные сервисы, которые у нас в блоке отчетности сосредоточены. Это дополнительные анализы учета и по налогу на прибыль, и по УИХН, и, соответственно, здесь у нас мы с вами можем еще и автоматическая упрощенка, то есть налоговый режим, который с этого года у нас был экспериментально введен в четырех регионах, и, скорее всего, с нового года будет этот пилотный проект распространенный на другие регионы, то есть нужно отслеживать информацию, на какие регионы будут распространяться, пилотный проект, но на самом деле автоматическая упрощенка это очень привлекательный налоговый режим с точки зрения того, что при нем не надо сдавать отчетность. То есть в этом случае налоговые органы совместно с банками обмениваются информацией, составляют автоматические отчеты и самим налогоплательщикам заморачиваться с отчетами не нужно, но ограничения, то есть лимиты гораздо жестче, чем, допустим, на действующие упрощенки и по выручке, и по сотрудникам, по количеству сотрудников. Но поскольку у нас нового года меняется, достаточно сильно, практически перекраивается налогоблажение обычной упрощенки, то на это стоит обратить внимание и посмотреть, может быть, вам заранее. То есть мы подаем заявление на упрощенку, как вы помните, до конца текущего года, если мы со следующего года хотим применять упрощенную систему налогоблажения или хотим поменять, например, 5-процентную, 6-процентную упрощенку на 15-процентную, то, может быть, вам имеет смысл задуматься об автоматической упрощенке, то есть АОСН. Вот обращаю ваше внимание на вот этот вот пункт. И, собственно говоря, более подробнее вы можете почитать реестр исключаемых документов. Вот так вот сделаем. Пусть будет Андромеда и сформировать. Ну, к сожалению, поскольку у меня это юридическое лицо, во-первых, виртуальное, во-вторых, оно у меня виртуально зарегистрировано не в тех регионах, которые применяют автоматическую упрощенку, я, к сожалению, более подробно показать этот отчет не смогу. Но вот таким образом мы можем посмотреть, какие документы мы будем исключать из АОСН, и какие документы там у нас будут участвовать в определении налогооблагаемой базы. На этом, к сожалению, нам надо уже заканчивать наше время и стекло. Мы сейчас снова с вами вернемся к нашим слайдикам. И мне хочется вот так показать вам еще раз наш титульный лист, то есть напомнить наши контакты. Так, здесь еще какой-то у нас вопрос возник. А, это ссылки. Это уже наши модераторы будут с ним разбираться. К сожалению, это не вопрос, на который я могу ответить. Так, ну что, тогда компания Кодерленд благодарит вас за уделенное время, за внимание к нашим вебинарам. И спасибо огромное за присутствие. Будем надеяться на обратную связь. И приглашаем вас на следующие вебинары. Мы будем рады оказаться вам полезными. На этом разрешите попрощаться с вами. Всего вам доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok